С Верой в спорт Да, все верно. Это уже ставший традиционным велоаппарат. Два года подряд он проводится под Министерством транспорта Российской Федерации. Есть соответствующий указ о проведении ежегодного дня велоаппаратов по России. По всей России. Да, аппарат носит всероссийский характер. В этом году нам помогает Тиньков, и поэтому он носит название велопробег Тиньков. Велоаппарат Тиньков. Для чего нужно это мероприятие? Зачем Минтрансу это мероприятие? Ну, смотри, велосипед, как я неоднократно говорил, всеоблемающая такая тема. Это не только спорт, здоровый образ жизни, это еще и транспорт. То есть в летний период у нас большое количество жителей пересаживаются с автомобилей на велосипеды и перемещаются по городу именно на двухколесном транспорте. Быстро, экологично, свежий воздух. Да, плюсы, перечислять опять это бесконечно можно долго. И велоаппарат, это, собственно, такая акция, показать, а сколько все-таки у нас велосипедистов, активно катающихся на велосипедах, пускай даже хотя бы летом, в городе. И чем их становится больше, тем, скажем так, наши власти охотнее идут на какие-то встречные шаги в плане организации этой же велосипедной инфраструктуры. То есть это в дальнейшем обустройство дорожек, все-таки более, скажем так, доступная, комфортная среда, это отсутствие ступенек, наличие везде пандусов и всего-всего. То есть не обязательно это велодорожки конкретного, что вот у нас много, там 10 тысяч приехали, давайте строить велодорожки. Нет, это как раз же смещение акцента внимания в отношении транспорта и инфраструктуры в городской с автомобиля на общественный транспорт и в том числе на велосипеды. Да, автомобиль сейчас на первом месте стоит и все, в принципе, это признают. Хочется, чтобы интересы велосипедистов, которые с каждым годом становятся все больше и больше, тоже учитывались. Да, то есть это не какая-то наша прихоть там и наша хотелка, это просто мировые тенденции. Все к этому рано или поздно приходят. Тем более наш город очень компактный, с узкими улицами, и все уже ощутили на себе пробки. А стоять в 30 градусов в пробке, даже пускай мы не как в Москве, но стоим там 30-40 минут, это уже неприятно. А на ЛСП за 30 минут можно проехать весь город с ветерком и без пробок. И получается, что в один день во многих городах России... Да, это порядка 100 городов в России в один день, 26 мая проводится велопарад. Итак, к велопараду в Кирове. Что вам будет из себя представлять? Откуда старт? В этом году у нас новый маршрут, который нам давно хотелось, скажем так, воплотить. Мы собираемся традиционно у Большого Глобуса, это на Воровского 139, если не ошибаюсь. 135. 135. Рядом с площадью Конева на парковке. Собираемся мы с 8 часов до 9.30. То есть мы... Есть полтора часа. Да, для чего нужно полтора часа. У нас каждому участнику, по его желанию, будет даваться номер. Но это не гонка, сейчас повторюсь, это велопарад. То есть мы едем тихонечко. Для чего нужны номера? Номера, чтобы мы могли посчитать, сколько нас приехали. И между получившими номера мы будем разыгрывать возможные призы и устраивать конкурсы. Не требующие никакой физической активности, просто присутствие. Поэтому получили номерки, получили инструктаж, и с 9.30 до 10 часов мы выстраиваемся. А предварительно все-таки будет порядка 500 человек, плюс-минус 100, в зависимости от погоды. Выстраиваемся, и колонны очень не спеша, торжественно начинаем ехать с полным перекрытием дорог по улице Воровского, поворачиваем на улицу Карла Маркса и финишируем на Театральной площади. Ну, про это мы попозже расскажем. Давайте сразу для наших уважаемых водителей объясним, что у нас перекрытие не на несколько часов. Мы перекрываем движение максимально там где-то минут на 30-40, пока движется колонна, и то. Как только колонна проходит, за колонной движение открывается. Сразу же открывается. Да. То есть сильных помех в воскресное утро это не создаст? Нет, нет. Мы стартуем в 10 часов, то есть мы где-то примерно в 10.30-10.40 ориентировочно должны быть уже на Театральной площади, и движение будет полностью снова восстановлено. То есть как такое фактическое перекрытие, это минут 15-20. Да, еще к слову о том, что будет происходить у «Глобуса» вот эти полтора часа сбора участников. То есть это не только выдача номерков, что является обязательным, но это же и возможность пофотографироваться, собраться все вместе. Да, пофотографироваться. Там у нас Тинькофф будет еще раздавать футболки, для владельцев картиньков там будут какие-то специальные призы, пока это такой секрет нам, да, сами не сказали еще. Вот. Ну и мы еще дополнительно продумываем всевозможные активности для тех, кто приехал. То есть на площадке у «Глобуса» все эти полтора часа будет очень живо, очень активно, можно пообщаться с единомышленниками. Можно пообщаться, придумать какие-то планы себе на лето, узнать о том, что уже у нас запланировано. Похвастаться своим велосипедом. Костюмом. Костюмом. Да, то есть у нас велопробег, велопарад, он не костюмированный, но… Официально не костюмированный. Да, но тем не менее, по опыту прошлых лет у нас люди активно приезжают в костюмах, и мы все-таки будем делать отдельный приз, номинация на лучший костюм. Но об этом еще подробнее скажем, когда перейдем к рассказу о мероприятиях на театральной площади. Да, парколонну еще. Многие спрашивают, можно ли приезжать корпоративно в своих футболках с флагами. Пожалуйста, это только «За». Приезжайте целыми коллективами. Да, это очень здорово. Мы только будем рады. Флаги, всевозможные продукции, футболки, кепки от компании – это очень ярко и всегда очень интересно смотрится. И коллективам всегда здорово проехать. Пока едешь, можно пообщаться, тем более, что там будет слишком много. Кроме банков ограничений. Ввиду того, что у нас Тинькофф является минеральным партнером, если вы поедете с флагом другого банка, мы, к сожалению, вас попросим флаг. Да, так что у банки, уважаемые, извините. У вас есть на следующий год шанс стать партнером, и, соответственно, велопарад пройдет под вашей символикой. Да, да, вы посмотрите, как это классно проходит у нас в этом году. Какие Тинькофф банк молодцы, что поддержали велопарад. Это очень круто, это большой шаг. И за счет этого мы делаем из простого велопарада прямо такой мощный спортивный праздник. Едем дальше. Вопрос, Григорий, сразу. Как нужно одеться на велопарад, экипировку какую-то специальную, может быть, нужно? Ну, смотрите, по поводу экипировки, то есть какой-то специализированной экипировки одевать не надо. Все-таки у нас не гонка, мы едем очень не спеша, тихонечко, все друг друга ждут. Это у нас такое торжественное мероприятие. Но, тем не менее, шлем, все-таки он приветствуется. Он может быть как-то стилизован? Вполне, вполне вероятно. Кто-то, не помню, вроде бы в каких-то рыцких шлемах приезжал, то есть там ничего такого не было. В касках этих летчика кто-то приезжал, сделал спид, сделал самолет, очень крутой костюм был человека. Простор для фантазии есть. Да, да, то есть какой-то специальной одежды нет, просто ориентируйтесь по погоде. То есть на 25 числа можно будет точно сориентироваться на 26, что у нас будет жарко, либо будет прохладно, и, соответственно, просто одеться потеплее, либо, наоборот, взять с собой дополнительные, там, может, водички, чтобы попить. Ну, скорее всего, мы организуем раздачу воды на старте и на финише. Самое главное, хорошее настроение здесь будет. Обязательно. Да, без этого она виллапарад не пустит. Будьте уверены. Едем мы на театральную площадь по улице Воровского, еще раз повторяю, от Большого Глобуса до Карла Маркса, по Карлу Марксу вниз, как раз под горочку, и финишируем на театральной площади. Что там нас ждет? Важный момент, о чем мы не сказали, скажем так, родителям с детьми. Если вы не уверены, что у вас ребенок сможет проехать дистанцию от Большого Глобуса до театральной площади, наравне со всеми, да, ну, то есть, у всех же разные физические возможности, то вы можете приехать сразу на театральную площадь. То есть, у нас ценз до 12 лет, это в любом случае, приехать лучше на театральную площадь сразу, чтобы потом не отставать от колонны. Если вдруг вы едете, оставили от колонны, к вам подъедет волонтер, скажет, что просьба там, ну, тихонечко доезжайте своим темпом по тротуарам. У вас на театральной площади все время ждем. Да, мы в любом случае вас дожмем на театральной площади. Что вас там ждет? То есть, во-первых, это торжественная встреча. То есть, мы подъезжаем к памятнику имени Ленина, там у нас будет малая сцена. На этой малой сцене мы будем проводить, скажем так, все активности, связанные с участием физических как-то... Подкованных и доснаряженных. Да, велосипедистов. То есть, там у нас будет и с 9.30 до 10, примерно 20, это беговело-соревнования, это как раз для тех родителей, кто не приехал на, скажем так, наш сбор, из-за того, что дети маленькие, например, не могут успеть за общей колонной, и как раз для них будет соревнование по беговелу с призами. Вот. Потом... Давай еще остановимся на беговеле. В чем заключается, с какого возраста можно участвовать, и насколько, на самом деле, спортивно подкованным нужно быть, чтобы участвовать? Ну, тут же вопрос к родителям. То есть, ограничений по беговелу в плане возраста нет. То есть, кто у нас был на осенней велофесте, в принципе, они уже в курсе, что из себя представляют беговело-соревнования. То есть, беговел – это велосипед без педалек. Ограничения, то есть, по возрасту на нем какого-такого нет. То есть, как только ребенок начинает уже свободно на нем кататься и балансировать, он уже, в принципе, может участвовать в беговеле-заезде. Но обязательно наличие шлема. На коленники-молокотники. Это уже по желанию родителей. Дети маленькие, и, как правило, у них вес маленький, соответственно, при падениях у них нет таких повреждений, как, например, у больших тяжелых взрослых велосипедистов. Да, хорошо. Ну, и там просто кто приезжает к финишу первой, тот и проходит в следующий круг в олимпийской системе, и у нас будут три победителя. И, соответственно, все победители будут награждены. Конечно, безусловно. А кроме беговела что еще будет? Кроме беговела, именно из физических активностей у нас будет еще турнир по прыжкам в высоту, тоже традиционная наша такая десантинка. На велосипеде. На велосипеде, да. Не просто так. То есть, у нас рекорд порядка где-то сейчас метр десять. Ну, это прямо рекорд-рекорд, до него очень нужно дойти. То есть, у нас было две категории, это уже для велосипедистов информация BMX и MTB. Ну, BMX – это велосипеды с размером колеса 20 дюймов, а MTB – это 24, 26, там и более дюймов размер колеса. У нас специальная планка, которую нужно перепрыгнуть на велосипеде. То есть, это техника банихоп, кто знает, кто в теме, тот поймет. Там тоже будут хорошие призы, поэтому приезжайте, регистрируйтесь, участвуйте. А те, кто не знает и не понял, приходите посмотреть, потому что это очень зрелищно. Ну, интересно, будут показательные выступления, там, будем прыгать через людей, через своих. Класс. Подготовленных морально к этому. Потом будут показательные выступления с трамплином, там тоже ребята покажут небольшие трюки. По велотреалу небольшие показательные выступления. Это техника владения велосипедного минобаланса, запределенность возможных препятствий. Это из физической активности пока предварительно всё. То есть, ещё раз, на малой сцене нас ждут соревнования спортивные, показательные выступления. Показательные выступления и там часть конкурсов с минимальной физической активностью. На большой сцене у нас будет розыгрыш уже призов, объявление всевозможных номеров. За лучший костюм. За лучший костюм, да. Розыгрыш между зарегистрировавшимся и получившим номера на велопарад. Он как лотерея будет происходить, да, получается? То есть, тут не надо ничего делать, нужно просто быть. Приехать и стоять ждать. Доехать, хотя это несложно, в принципе. Да, это несложно. Ну и, соответственно, всё, что дополнительно у нас ещё будет происходить, мы анонсируем всегда в наших группах. Это ВКонтакте и на Фейсбук можно нас найти, велопарад 2019. И там посмотреть. Также у нас сейчас проходит розыгрыш 5000 рублей для тех, кто вступил в группу ВКонтакте, сделал репост и, соответственно, вступил в группу. Там уже более 120, вроде бы, репостов. Под 200 что-то вроде. Где-то под 200 репостов. То есть, конкуренция есть, но пока она не очень большая, есть ещё возможность победить, конечно, 5000 хотят все. Но это не последний конкурс, но это ещё будут конкурсы до самого велопарада. Что ещё рассказать? По другим вещам. То есть, помимо, скажем так, вот именно конкурсов и спортивных всевозможных мероприятий, у нас будет ещё стоять специальная зона от ГИБДД. Там будет велофигурка. Это нужно ответить на вопросы по знаниям правил дорожных движений, проехать несложные фигурные элементы и получить тоже небольшие призы. Это для взрослых людей? Для всех желающих. Для всех. Это будет работать с утра до двух часов. То есть, можно не торопиться и спокойно всё посмотреть. И где-то так окошко появилось, пойти попробовать свои силы. Потом у нас будут представлены, надеюсь, несколько веломагазинов, которые будут стоять со своими стендами. Можно будет прийти, посмотреть, что за велосипеды, какие новинки, расспросить, взять на тест-драйв, что-то можно даже приобрести. Это, кстати, посыл ещё к веломагазинам. У нас участие в этом бесплатное. То есть, если у вас есть желание, вы можете связаться с нами, и мы вам выделим место, где вы можете поставить свою красивую палатку. И сделать себе дополнительную рекламу именно с целевой аудиторией. И продажи, в принципе, там же можно делать. Да, да. И у нас отдельно будет ещё такая зона, назовём её велобарахолка. То, чего очень многие ждали. Да, да, да. У многих такая проблема, что есть велосипед, например, он детский, вырос ребёнок, велосипед остался. Ребёнку надо велосипед побольше, надо этот продать, это заморачиваться, выкладывать на Авито, договариваться с... На просмотры. Да, да, да. А у кого-то проблема другая. Как раз нужен велосипед поменьше, а есть велосипед побольше. И, соответственно, можно будет прийти и вот в этой огороженной такой отдельной экономической зоне произвести обмен. Офшорной зоне. Обмен, 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 продажу велосипедов. Соответственно, рядом будет стоять сотрудник ТМВД. Если вы сомневаетесь, что велосипед там, он легальный... Не находится в угоне. Да, то есть можно подойти и просто по номеру рамы проверить, всё ли там чисто. Ну и вот, собственно, для тех, кто хочет обменять велосипеды, пожалуйста, мы ждём именно на велобарахолке. То есть велоярмарка и вело-барахолка. Помимо этого у нас ещё, вот мы завтра будем обсуждать, будет эко-ярмарка дополнительно от галереи прогресса. То есть мы пока не знаем... От маркет. От маркет, да. Какое там будет наполнение, но ребята обещали постараться и сделать прямо очень красиво. Да, но галереи прогресса всегда очень хорошо делают подобными прийти. Это всегда уникальные вещи, ручной работы, действительно эксклюзив. То есть покупая такую вещь, вы можете быть уверены, что такого больше ни у кого нет. Да, всё верно. Будет организовано питание. Первостепенно детское, взрослое тоже должно быть. То есть можно приходить прямо с девяти до двух часов и не остаться голодным. И всё время, да, как-то участвовать в конкурсах, программах, слушать музыкальный концерт, кушать, что-то покупать, смотреть. То есть наша задача сделать из нашего велопарада такой прямо ежегодный праздник велосипеда, здоровья. Это активное движение, которое будет развиваться и развиваться. Да, и как уже было упомянуто, на главной сцене, на большой сцене Диатральной площади будет происходить всё это время музыкальный фестиваль. Да, уже есть группы, которые желают принимать участие. Мы тоже приглашаем эти группы. Новые группы, новые коллективы совершенно разного жанра. Мы рады будем всем. Поэтому торопитесь. Да, можете с нами связаться, мы посмотрим ваш репертуар. Если вам интересно выступить перед большим количеством людей, попробовать свои силы, и нам понравится ваш репертуар, то, пожалуйста, без проблем, вы можете выступить. Да, будем ждать всех. Да, и как сказали, что тоже с главной сцены будут вручаться все главные и интересные призы, подарки. По поводу призов-подарков пока не будем озвучивать? Пока, это пускай будет небольшой интригой, и это мы будем потихонечку, дозированно выкладывать в наши группы. Вместе с тем всегда, я так понимаю, что организаторы открыты для новых партнёров? Да. Мы ждём любых, скажем так, желающих помочь наш, скажем так, велопраздник сделать ещё круче, ещё красочнее, ещё интереснее. Поэтому повторяем, что участники велопарада с детьми можете подходить сразу на театральную площадь, там прямо с утра будет весело, активно, интересно. К 9.30, да? Да, примерно. На театральную площадь. И где-то в 10, 30, 10, 40 подъезжает основная колонна тоже на театральную площадь. Но уже с 10 утра там будет и музыка, и развлечение, с 9.30 даже, да? Музыка, развлечение будут играть, мы надеемся, диджеи, да, и будет очень-очень весело и очень круто. То есть это будет большой, мощный, действительно, праздник. Так, подготовка велосипеда какая-то определённая к этому мероприятию нужна? Велосипед должен быть просто технически исправен. У вас есть ещё время практически 2 недели, можно, если вы ещё не успели, хотя сомневаюсь, такая погода крута стоит, покататься, вы можете вытащить свой велосипед, прокатиться, проверить давление в покрышках, работает ли у вас тормоза, что у вас там с передачами, если у вас многоскоростной велосипед. И если что-то не работает, можете обратиться в велосипедную мастерскую, можете в нашу, это мастерская велопрофи, московская, 23. Большая рекламная сеть была. Чуть-чуть. Если нет велосипеда, но очень хочется принять участие в велопараде, что делать? Можно взять велосипед либо у друзей, знакомых, у кого-то может быть не один велосипед, либо взять велосипед в прокат. Каждый год проводятся велопарады. По опыту предыдущих лет, действительно ли возрастает количество участников задействовано? В том году у нас было не очень много участников, но потому что в том году... Очень плохая погода была. Тут дело не в погоде, дело времени проведения, потому что в том году велопарад почему-то сделали на апрель месяц. Это тоже всероссийское решение? Конечно, да. То есть мы же отталкиваемся от, скажем, постановления Министерства транспорта. И, соответственно, был апрель, было холодно, участников было немного. А вот два года назад, я не ошибаюсь... 2016 год. Это уже три года, как быстро время летит. Да, да. Мы делали велопарад, и нам очень повезло с погодой, и у нас было порядка 400 участников. 400 с чем-то. Да, да. Был костюмированный, яркий велопарад. Но у нас в то время еще не было, конечно, сцены, не было всех вот этих движений. Мы у цирка финишировали тогда? Нет. Нет, мы костюмированный, как-то финишировали на театральной площади. Фотографии у нас в театральной площади. Только мы двигались по другому маршруту, мы не по Карамарсу заезжали, а через Октябрьский проспект, если не ошибаюсь. Да, но у цирка тоже, не помню, какой это был год. У цирка это было поза тот год, получается. Тоже было очень ярко, красиво и интересно, весело и здорово. Велопарад. Отличная традиция как раз, чтобы посчитать, сколько нас, показать себя, если, мало ли, один из первых опытов в езде на велосипеде тоже можно попробовать. Да, если вы сомневаетесь вообще ехать-нехать на велопарад, то поймите, что самое главное значение велопарада, повторюсь, это показать, насколько велосипедный транспорт, я не говорю про велосипедный спорт, а велосипедный транспорт и велосипед востребован в городе Кирове, в частности, для того, чтобы власти могли понимать, сколько нас. То есть, если вы сомневаетесь ехать-нехать, но, тем не менее, вы, как же так, хотите подержать именно велосипед, то обязательно приезжайте. Еще маленький нюанс. Редко, когда удастся велосипедистам, наверное, только раз в год удается, так свободно приезжать по дорогам, по главным дорогам, которые обычно полны автомобилей, и вот такой беспрепятственно ехать красиво всем вместе велосипедистам это очень круто и, на самом деле, не забываемые ощущениями. К сожалению, всего лишь раз в год происходит. К сожалению, да. Григорий, скажи, пожалуйста, на какие изменения мы можем рассчитывать, если мы на самом деле велосипедисты соберутся и покажут, что нас много, и сделайте нашу жизнь более комфортной. Скажем так, вопрос не о том, какие, а когда, потому что велосипедистов в любом случае становится с каждым годом все больше, 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 больше. Мы активно работаем с ГИБДД и понимаем, что велосипедистов становится так много, что это уже реально создаёт, скажем так, некоторые определенные вопросы. Назовём это проблемой, но вопросы в плане организации дорожного движения. Очень много катаются подростков, детей, просто взрослых, кто, к сожалению, не знает всех тонкостей правил дорожного движения, или зачастую просто их не знает. Мы занимаемся дополнительно информированием как раз населения по поводу правил дорожного движения. И когда велосипедистов станет до такой степени много, что просто это уже будет реальной проблемой, к этому моменту мы уже должны провести определённые действия. То есть это соответствующие регулировочные знаки. Это то, что я повторюсь, пандусы, это всевозможные светофоры дополнительные. Я надеюсь, в каком-то светлом обозрёмном будущем это велосипедные дорожки. Плюс это, скажем так, велосипедные дорожки комбинированные с выделенными полосами для общественного транспорта. То есть на самом деле в этом году, если мы немножко так отвлекёмся от этого и пойдём к велоинфраструктуре, мы совместно с департаментом архитектуры города Кирова начинаем работать над велосипедно-транспортной концепцией города Кирова. То есть мы приглашаем, опять же, всех желающих принять в этом участие для того, чтобы нам просто на карте города Кирова пока предварительно нарисовать те маршруты, которые максимально востребованы у велосипедистов, кто ездит по городу, чтобы потом в дальнейшем из этих маршрутов сформировать определённую велосипедную сеть. И вот по этой велосипедной сети уже начать планомерно, постепенно работать, где-то там, например, убрать пандус, поставить пандус, убрать ступеньки, где-то поставить дополнительный регулирующий знак, где-то уменьшить скорость движения, где-то сделать выделенную полосу, соответственно, дополнительно к общественному транспорту. И вот такими маленькими-маленькими шажочками потихонечку двигаться к тому, что велосипед станет максимально комфортным и удобным для велосипедистов, но не только для велосипедистов, потому что велосипед, двигающийся по тротуару, это помеха для пешеходов. Велосипедист, двигающийся по дороге, это помеха для водителей. И вот можно создать такой, своего рода, симбиоз, чтобы всем было комфортно и удобно. И вот работа в этом направлении уже в этом году будет на чита. Пока только на бумаге? Пока только на бумаге. Когда у нас будут какие-то результаты, мы об этом дополнительно еще сообщим. А когда их ожидать? Ну, я думаю, что где-то в середине лета хотя бы у нас будет информация, на что мы можем рассчитывать. И, соответственно, количество людей, приехавших на велоаппарат, это такой маркер. А когда же вот это наступит? Тот момент... Это стимул прям такой серьезный. Да. Когда наступит тот момент, когда велосипед ставит настолько много, что уже придется вот прямо не жить, не быть, все, быстро-быстро-быстро что-то менять. Да, поэтому прекрасный повод заявить, на самом деле, приблизить максимально эффективно те изменения, которые уже давно город Киров требует. Да, потому что если у нас приедет 500 человек, это круто. Это хорошо. Это хорошо. Если приедет, например, тысяча человек, это уже круто. Если приедет полторы-две тысячи, это очень круто. И тут уже надо реально в следующем году властям срочно начинать какие-то активные действия в плане велосипедных инфраструктуры городской. Организаторы велопарада справятся с таким наплывом, если будет полторы тысячи человек? Да, справимся. Мы привлекли, вот сегодня как раз беседовали с волонтерами, они будут нам активно помогать. Мы справимся. Замечательно. Помимо велопарада, помимо подготовки концепции изменения транспортной инфраструктуры города Кирова, какие еще события в жизни федерации относительно города Кирова кировчан ждут нас в этом сезоне? Так, по мероприятиям, то есть следующие выходные после велопарада, это у нас любительская гонка для каждого, которая пройдет в Порошино по терапии здоровья, то есть с ней могут принять участие любой желающий, но там уже небольшие требования есть, это все-таки шлем и справка от терапии, потому что нет противоказаний к участию в соревнованиях. Вот, потом у нас 6-7 июля у нас пройдет велофест на Филейке в велопарке, то есть там будет прямо два дня, куча-куча соревнований, опять же интересных всяких там движух, но об этом, мне кажется, отдельно поговорить. Да, обязательно. Да, традиционно будет дара и обратно для новичков и для профессионалов, это поездка такая туристическая, там на 100-150 километров. Это у нас веломарафон в Шижме, вот, и вот ближайший уикенд, который будет у нас в воскресенье, 19 мая, у нас будет шоссейная гонка Октябрьское кольцо. Это традиционная гонка шоссейная, которую мы проводим в рамках эстафеты по Октябрьскому проспекту. Это 10 кругов, там порядка 42 с небольшим километров получается, но там уже участвуют именно спортсмены. То есть там шоссейный велосипед, это такой велосипед с изогнутым рулем на тоненьких покрышках. Очень тоненькие колеса, да, у него. Да, но если у вас есть хотя бы циклоткос, вы можете, в принципе, попробовать себя, скажем так, в этой дисциплине. Взноса никакого нет, то есть нужна только справку от врача, отсутствие противопоказаний к участию в соревнованиях, шлем и страховка на день соревнований. И можете попробовать себя именно в шоссе. Ну или посмотреть, да, принять участие на следующий год. Обязательно, да. Старт у нас в 9 утра будет с театральной площади. Загистрироваться лучше заранее в соответствующей группе ВКонтакте. Вся информация, опять же, у нас дублируется в группе Велошколы. Если вы в неё вступили, то вы не пропустите ни одно велосипедное мероприятие, которое у нас проходит в городе. По поводу велоинфраструктуры у нас ещё будут организованы дополнительные, скажем так, форумы, велофорумы в течение лета. У каждого велофорума будет своя тема. То есть одна из тем это вот такая сетка маршрутов по городу. Реманистическая такая. Да, да. То есть там могут, скажем так, участвовать любые группы велосипедистов, либо индивидуальные велосипедисты. Будет конкурс на лучший городской маршрут. Потом будем его прокатывать, просматривать. Лучший, что имеется в виду лучший? С точки зрения логистики. Потому что можно из точки А в точку Б у нас в городе поехать разными путями. Причём это не обязательно центральная улица, второстепенная улица, дворы. То есть где-то где-то, может быть, парки. То есть мы это всё будем собирать в общую кучу, анализировать и в рамках велофорума совместными усилиями обсуждать и как-то всё это уже объединять в одну концепцию. Потом велофорум будет по туристическим направлениям. Это мы опять же будем делать конкурс на лучший туристический маршрут выходного дня. Ну, что значит выходного дня? То есть в субботу наступает, у человека есть велосипед, желание куда-то прокатиться. Куда ехать? Так. С ночёвкой. Пока что это вопрос, скажем так, без ответа. А мы хотим сделать так, чтобы на одном из ресурсов, либо это наш ресурс, либо это ресурс наших партнёров, бот-информация, куда может зайти любой человек, выбрать для себя маршрут. Они будут градированы по сложности, по времени и, соответственно, у каждого маршрута будет описание. Как здорово. Выбрать такой маршрут. Вот, посмотрим, получится ли сделать это чисто, ну, скажем так, технически на базе сайта. Можно ли будет там записаться, чтобы можно было объединиться в какую-то группу. А, то есть объединённые там с руководителем, может быть, даже с инструктором, да, это может быть сделать? Да, но это у нас точно будет в рамках филошколы. То есть набирается, например, на группу 5 человек, и вот есть маршрут. Соответственно, гид их ведёт по этому маршруту. В рамках филошколы это будет бесплатно. Но помимо этого, люди могут самостоятельно объединяться в группы путём этого ресурса и, соответственно, ехать на эти маршруты. Скачивать карту, наверное, да, маршруты? Скачивать карту либо через приложение онлайн смотреть там, ну, и дополнительные какие-то, может, там, комментарии оставлять, что к маршруту, пожеланиям. То есть это направление, оно очень развито вообще по всему миру, именно вело-туристические маршруты. То есть там прямо на маршрутах встаиваются специальные технические зоны, где там есть набор инструментов, насос. Ну, это в российских реалиях пока вряд ли получится сделать. Нас-то просто скрутят. Но, например, если пример приводим Альметьевск, там, конечно, эти технические зоны не есть, просто по городу стоят. У нас на туристических маршрутах пока такое не получится сделать. Наша задача на этот год это сделать две сетки. Сетка маршрутов по городу Кирову, такая чисто транспортная, и рекреационная, туристическая, это вот в радиусе там 20-30 км вокруг города такие маршруты, куда может проехать любой желающий в свой выходной день. Да, посмотреть на природу, насладиться спокойствием, красотой, отдохнуть от города. Да. Ну, повторю, вся информация у нас в группе Велошкола Киров. То есть, можно туда заходить и по ссылкам переходить уже по тем мероприятиям, которые мы организуем. Угу. Да, ну и подытожим, еще раз повторим, что 26 мая мы ждем всех, всех на велопараде, который пойдет от Большого Глобуса на улицу Воровского, который находится. Мы приглашаем всех, предположительно, старше 12 лет, но если... Если ваш ребенок способен проехать, вы понимаете, что ему хватит сил, то, пожалуйста, вы можете ехать. Если вы вдруг понимаете, что вы не справляетесь с, скажем так, с поставленной задачей, тогда вы просто тихонечко съезжаете на тротуар и тихонечко своим ходом доезжаете до театральной площади, где мы будем вас ждать. Да, и все, без исключения, все желающие, с велосипедом, без велосипедов, спортсмены, не спортсмены, любители или почитатели спорта, всех мы приглашаем на театральную площадь с 9.30 до 2 часов дня посетить, там будет музыкальный спортивный фестиваль, очень яркий, очень интересный, запоминающийся, но такое бывает раз в году, конечно же, нужно сходить. Вот поэтому приглашаем всех, и на этом мы заканчиваем программу «Сверой в спорт». Сегодня мы говорили о велопараде, предстоящем и событиях, которые ждут нас в ближайшие месяцы, событиях Федерации велоспорта Кировской области. У нас в гостях был президент Федерации велоспорта Кировской области, организатор велопарады 2019 Григорий Догих. Григорий, спасибо большое за информацию. Спасибо вам. До свидания. Успехов. С верой в спорт.